Вы наверняка знаете, что передовые технологии всегда были слабым местом России. Только в фантазиях краснобаев сказочный левша посрамлял Запад, подковав несуществующую блоху. В реальной жизни страна всегда плелась в хвосте технического прогресса. Не составила исключения и сталинская модернизация промышленности. Когда рухнул железный занавес и исчезла драконовская цензура, вслед за всем этим канул в лету миф о великой победе коммунизма – индустриализации. Оказалось, что в годы первых пятилеток не героический советский народ, а американские буржуи создали в СССР химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную, металлургическую и иную промышленность. Советским оказался лишь низкоквалифицированный рабский труд миллионов узников ГУЛАГа. Вот так сюрприз, правда? Ох уж эти американцы и спасали от голода русских неоднократно в 19-м и 20-м веке, и всю промышленность для Сталина создали, и ленглизом помогли во Вторую мировую. А если спросить сегодня россиянина, кто главный враг России, 90% не задумывались вытасть лишь одно слово – Америка. В РФ и в голову никому не приходит тот факт, что многих из сегодняшних россиян просто не было бы на свете, если бы Америка не спасла от голода их дедов и прадедов, и не помогла оружием в большой войне. Удивительная неблагодарность и забывчивость приходится постоянно и неустанно напоминать. Итак, всю промышленность СССР создали американцы. Те самые, которые, по мнению русских, постоянно спят и видят, как бы им захватить Россию. Логично, правда? Построим русским промышленность, накормим их, чтобы потом поработить. Между прочим, в России до сих пор пользуются плодами сталинской индустриализации, проведенной руками и мозгами буржуев. Примеров просто несметное множество. Но обо всем по порядку. Однако вначале попрошу вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы включить уведомления о наших новых видео. Поддерживайте автора на платформе Patreon и Bamiya Coffee, а главное – отправляйте донаты на ЗСУ. Для успешной модернизации промышленности необходимо иметь минимум две вещи – капитал и технологии. Большевики весьма гордились, что сжатые сроки уничтожили в отдельно взятой стране и то, и другое. Деньги на индустриализацию решили добыть тотальным ограблением и порабощением крестьян, названным на большевистском новоязи политикой коллективизации. Технологий и грамотных инженеров, способных их создать, в Совдепи не водилось отродясь. Скромное наследие царизма сгорело в огне классовых битв. Зато отжившая экономическая формация капитализма располагала всем в избытке. Для налаживания контактов с США в 1924 году большевики создали частную акционерную компанию Amtork. Повивальной американской бабкой советского частнокапиталистического предприятия стал еврейский капиталист Джулиус Хаммер. Он очень любил коммунизм в зарубежных странах, а его сын Арман дружил с самим Лениным. Через три года Amtork возглавил Саул Брон, которому партия поручила отыскать подходящих людей и технологии. Между возвращением в СССР и назначением в Amtork он успел поработать директором банка по внешней торговле и заместителем наркома внешней и внутренней торговле СССР. Задачу Брона облегчил острый экономический кризис – Великая депрессия. Она-то и помогла ему договориться с американским архитектором Альбертом Каном. Выбор оказался успешным. Фирма Альберта Кана спроектировала и построила 500 советских предприятий. Кан прославился тем, что разработал высокопроизводительную технологию проектирования промышленных предприятий. Его детище – все заводы Форда. 400 сотрудников фирмы за неделю создавали проект, по которому корпуса промышленных предприятий строили за пять месяцев. Кан смог повторить это в СССР. Строительные конструкции Сталинградского тракторного завода изготовили в США. Перевезли в СССР и смонтировали за шесть месяцев. Скорость обеспечивала невиданная дотоли стандартизация. Рабочие чертежи выполняли в карандаше, затем размножали на светокопировальных машинах. Чертежи готовились и утверждались одновременно с рытьем котлованов. Готовые стальные и железобетонные конструкции подбирали по каталогам, затем поставляли к началу строительства. По данным американской исследовательницы Барбары Кугел, более двух тысяч фирм Соединенных Штатов заключили контракты с советскими внешнеторговыми организациями. Некоторые оказывали услуги целым отраслям. Например, Radio Corporation of America налаживала производство радиоаппаратуры. DuPont de Nemours создавала химическую индустрию. Компания Рокфеллера Standard Oil of New York организовывала нефтяную промышленность на Кавказе. General Electric поставил дне прогрессу около 70% оборудования, а непосредственное строительство осуществили американская фирма Cooper Engineering Company и германская компания Siemens. Крупнейшие в Европе тракторный завод в Сталинграде, изготовивший первые советские танки, строила группа американских фирм. Альберт Калл скопировал проект с завода Caterpillar. Технологическую часть проекта разработала компания сельскохозяйственных машин International Harvester из Чикаго. Оборудование завода изготовили в США, а затем собрали в СССР около сотни машиностроительных фирм. Проект Магницкий, главный проектировщик инженерно-конструкторской фирмы Arthur McKee Company of Cleveland, скопировалась металлургического комбината в городе Гэри, в штате Индиана. Часть работ выполнила Cooper's Construction Company of Pittsburgh, а прокатный цех проектировали немцы. Знаменитые в СССР автомобильные заводы ГАЗ и АЗЛК – буквальное воспроизведение заводов Форда. Эти предприятия производили комплектующие по технологии Форда, а затем осуществляли сборку на фордовских конвейерах. Гордость советского автопрома разработала фирма Альберт Канн, а воплотила в жизнь американская компания The Austin Company. Остатки первого дореволюционного российского автомобильного предприятия АМА, ныне ЗИЛ, в 20-е годы выпускала грузовики по лицензии ФИАТ, а после модернизации была освоена модель американского грузовика компании Автокар. СССР закупал или присваивал устаревшие, а потому недорогие технологии Запада. По этой причине автомобили советского производства – архаичные копии американских оригиналов. ГАЗ АА 1932 года – это копия Форда АА 1926, ГАЗ М1 1936 – копия Форда 40А 1934, ЗИС-101 1936 – копия Бьюика 1932 года. Аналогичное происходило со всей промышленностью. Гусеничный челябинский трактор Сталиниц 60 1933 года – копия американского Катерпиллар 60 1925, а Пермский авиамоторный завод копировал американский мотор Циклон. Технологию вкусного советского мороженого также ранее создали в США. С 1930 по 1940 годы американцы построили в СССР около полутора тысяч предприятий. В Совдепии работали 200 тысяч американских инженеров и техников, руководивших миллионами узников ГУЛАГа. Количество оставшихся в СССР дореволюционных специалистов оказалось незначительным, чтобы играть сколь-нибудь заметную роль в индустриализации страны. Американские профессора подготовили на рабфаках 300 тысяч квалифицированных специалистов, чем удовлетворили спрос на них на много лет вперед. Темпы строительства снижала советская халатность. Дорогую технику разгружали, как дрова. Оборудование месяцами ржавело под открытым небом. Советская сталь отличалась низким качеством. Изготовленные в СССР комплектующие производили с грубым нарушением техпроцесса. Советские рабочие изготовляли детали на высокоточных станках на глазок, не пользуясь измерительными инструментами. К середине 30-х СССР взяла курс на импортозамещение за счет построенных иностранцами предприятий и обученного ими персонала. Условия для западных специалистов ухудшились, зарплату урезали, отменили спецснабжение в закрытых распределителях, требовали стать гражданами СССР. Накануне Второй мировой войны начался массовый исход иностранцев на родину. Альберт Канн не прогадал. Он заработал 2,5 миллиарда долларов. Это около четверти триллиона долларов по современному курсу и всего лишь за три года. Его заработки соблазнили многих соотечественников. За первые 8 месяцев 1931 года в его фирму поступило свыше 100 тысяч заявок на работу. Аттракцион неслыханной советской щедрости быстро закончился вместе с валютой, которую выручали в основном за счет продажи сельхозпродукции. Для продолжения индустриализации сталинская клика пошла на дальнейшее ограбление крестьян. С особым цинизмом буквально до последнего зернышка грабили украинских крестьян и казахов, у которых отобрали весь скот. Чтобы запустить молот индустриализации, кровавый серп голода скосил миллионы жизней украинцев и казахов. На костях жертв коллективизации построены все достижения, советской индустриализации. К ним нужно прибавить жизни сотен тысяч заключенных, сгинувших на стройках коммунизма. К 1940 году по объему промышленной продукции СССР занял второе место в мире. Зато население сократилось минимум на 10 миллионов человек. Огромная часть подготовленных американцами специалистов получали в награду концлагеря с клеймом «Врага народа» и вредителя. Режим продавал все, что мог ради валюты на оплату услуг иностранных фирм и в итоге загнал население СССР в нищенское прозябание. Рост производства сопровождался снижением потребления. В буквальном смысле слова население получило пушки вместо хлеба, которые отпускали в мизерном количестве по талонам. Индустриализация истощила страну, пробила зияющую брешь в экономике, залатать которую не особо получалось долгие годы. И вот когда через много лет устаревшие иностранные технологии и нещадно эксплуатируемые дармовые людские ресурсы исчерпались, заменить их оказалось нечем. СССР рухнул как карточный домик, в том числе и от чахлых попыток подправить сталинскую модель экономики. Сегодня русские считают Америку врагом. Это вполне понятный феномен, ведь искать виновных в собственных бедах в своей стране запрещено законом. Только вот когда в России в очередной раз наступит катастрофа, угадайте, кто первыми придет русским на помощь, накормит и построит современные предприятия. Однако в этом случае на месте американцев я бы хладнокровно дал отощавшему русскому медведю шанс сгинуть, чтобы он, набравшись сил, не начал снова портить жизнь всему миру. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Поддерживайте проект на Patreon и BuyMeCoffee. Отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!